опять там вопрос про пост значит и объясните что значит когда христос шел с учениками и он там сорвал колоссия они кушали и вот его начали спрашивать про посты говорят что значит вы сейчас съедите вам сейчас поста не нужно господь говорит да моим ученикам сейчас поста не нужно придет время когда они будут поститься придет время когда они будут поститься и меня спрашивают какое это время и я вам могу только сказать как рассуждают там святые отцы и все рассуждают по разному что вот он говорит о том что придет время воспоминать его значит распятие и вот эти страсти его и в это время как раз и нужно поститься такая ученики его будут поститься но вот это главная версия которая у нас звучит и по которой мы говеем вот в эти дни воспоминания о том как господь был на проповеди как его распяли каком гробе а потом воскрес ну вот это основная считается версия остальные посты которые у нас привязаны к каким-то другим праздником они в общем-то такого вот обоснования как бы не имеют и их они просто как подвиги христианские что вот давайте вот будет следующий праздник давайте мы тоже его отметим темы это но они вот такого прямо конкретного значения не имели поначалу я вам уже объяснял 1 христиане наоборот считали что не разборчивость и не пущение все что как говорится бог послал едение и было признаком правильной веры правильной веры но мы видим что в послании апостол говорит что те кто вот так вот правильно верят ропщут на тех ругают тех кто поститься начинает и считает что неправильно по постники они как бы новоначальные они пришли из заудейства поэтому они тут овощи едят и давайте к ним по добрее относиться вот такая была проблема вот сейчас у нас постники ругают тех кто это но мы с вами уже обсудили что главное но у меня есть еще одна версия когда ученики будут поститься когда окажется в царстве небесном и мы знаем что все апостолы у нас царстве небесном и мы знаем что все святые у нас царстве небесном и мы знаем что там у них постное существование больше того не я день и полнейшие и мне кажется что господь мог это иметь ввиду мог это и ведь виду и поэтому вот это мне кажется и важно иметь ввиду потому что если мы с вами думаем а что же нас не пустит в царстве небесное то у нас не пустят страсти когда ты туда должен прийти то там ты не должен иметь страстей иначе страсти будут душу твою разъедать и в том числе страсти к желанию пуститься вот или не пуститься чрево угодий на самом деле она может быть что такое что такое это чрево угодия что желание не поститься может быть чрево угодий мы человек будет стараться все все выполнить и как можно больше не есть так и в обратную сторону это зависит и я уж скажу так честно это часто зависит просто от кишечника в одном кишечнике много бактерий они хорошо переваривают им хватает пищи значит то человеку нормально не обращать внимание на питание у другого лишку бактерий им не хватает пищи он все время голодный и он старается как можно больше кушать а у третьего наоборот кишечник слабый бактерий мало в кишечнике им лишку они не могут переработать то что им забрасывается и они стараются избавиться они человека научают ты не ешь не надо нам нам ну вот и так уже завал полнейший это все ну уж извините что я так перевел все на такую простоту но в этом есть проблема если у вас стоили другое то просто разберитесь со своим кишечник это может оказаться самая простая самая простая причина почему вам либо хочется поститься либо не с не очень хочешь совсем не хочется жрать извините хочется вот все это может быть руководитель вашего этого хотения вас кишечник нет ни желудок кишечник это все там происходит все спасибо за внимание я надеюсь что ответил на этот вопрос и здоровья вам и главный еще раз повторяю неразборчивость главное и не осуждение других вот что в посте главное аминь